Если ты спешими бежал, и они утомили тебя, как же тебе состязаться с конями? И если в стране мирной ты был безопасен, то что будешь делать в наводнении Иордана? Дорогой мой брат-христианин, чувствуешь ли ты себя в безопасности сегодня, в это условно-мирное время? Продолжаешь ли ты пребывать в теплом состоянии ладикейца? Держишься ли ты на расстоянии от Христа, постоянно контролируя это расстояние, не допуская его к себе? Если на подобные вопросы ты находишь хотя бы один утвердительный ответ, то что же ты будешь делать завтра, когда события нагрянут на грешную землю одно за другим, быстро сменяясь? Сегодня, по милости Божьей, Бог дал нам краткое время передышки после ковидных процедур, для того, чтобы нам суметь сориентироваться в дальнейших наших действиях. Ты сориентировался? Ты использовал это время? Вошел ли ты в ковчег, который не есть церковь, как тебя научили? Ибо единственный и надежный ковчег спасения есть только Христос. Вошел ли ты в него уже сегодня? Или ты планируешь это сделать завтра? Может, послезавтра? Тогда ты уже проиграл эту битву. Потому что завтра может и не настать для тебя и для твоей семьи, следующей за тобою. Завтра произойдут неимоверные события, которые приведут все человечество в страх, ужас и трепет. Эти события произойдут одно за другим, быстро сменяясь. Если ты и твоя семья не в ковчеге уже сегодня, то уверяю тебя, что завтра вы будете унесены внезапными ветрами, которые придут для беспечных. Скажу прямо, что тебе не дает войти во Христа, так это твои грехи. Они ослепили твой разум, и ты уже, к сожалению, не можешь видеть опасности, которые уже у твоих дверей. А может, она уже в твоем доме? Мерзкими грехами ты привязался к этой земле, проклятой за эти грехи. Она и все, что на ней, страдает из-за твоих грехов. Библия спрашивает, долго ли будет сетовать земля, и трава на всех полях сохнуть, скот и птицы гибнут за нечестие жителей ее. Как же ты можешь называть себя христианином и последовательным Христа и в то же самое время грешить? Всякий раз, согрешая, ты в себе распинаешь твоего единственного и любящего тебя Спасителя. Грешнику, говорит Бог, что же ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление мое? И слова мои бросаешь за себя. Когда видишь вора, сходишься с ним и с прелюбодеями сообщаешься. Уста твои открываешь на злословие, и язык твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь. Сидишь, ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как и ты. Изобличу тебя и представлю при глаза твои грехи твои. Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. Очистите руки грешники, исправьте сердца двоедушные. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш да обратится в плач и радость в печаль. Смиритесь пред Господом, и вознесет вас. Так говорит Господь. Остановитесь на путях ваших, и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. И найдете покой душам вашим.